Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Объекты торговли и сферы обслуживания вновь в центре внимания. Как соблюдаются антиковидные меры? Мобильные группы выехали на Рейд. Он внес огромный вклад в изучение истории народов Кавказа. В Черкесии прошла международная научная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения Анатолия Пкенко. Один из корифеев республиканской журналистики, редактор программ на черкесском языке ГТРК Карачаева Черкесия, заслуженный журналист Карачаева Черкесии Мусали Шаков отметил свой юбилей. В Черкесии прошел рейд по проверке объектов торговли и сферы обслуживания на предмет соблюдения антиковидных ограничений. В состав мобильных групп входят сотрудники полиции, администрации и управления Роспотребнадзора. Какие выявлены нарушения, расскажет Мураджан-Кезов. Участковый полномочий за курьем Мураджан-Кезович. У нас межведомственная группа. Мы занимаемся проверкой торговых точек по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Давайте пройдем, где у вас документация всего. Массовые проверки на предмет соблюдения антиковидных мер в республике проходят на регулярной и постоянной основе. Теперь инспекторы проверяют не только наличие масок и антисептиков, но и наличие необходимого запаса дезинфицирующих средств и их сертификаты. Если будет обнаружено, что работодатель не соблюдает рекомендации Роспотребнадзора, грозит штраф до полумиллиона рублей или приостановка деятельности до 90 суток. По сравнению с тем, что было до, сейчас уже никаких нарушений особо нет. Потому что люди уже сами понимают, насколько это все опасно, насколько это все небезопасно. Уже начинают и масочки носить, на улице маски носят, и в магазинах стараются маски носить. Но чаще встречается, естественно, вот в таких магазинах. Люди заходят без маски. Но, как ранее говорилось, с предыдущими проверками, с каждым разом, с каждой неделей, так скажем, то ситуация становится все лучше и лучше. Объектами проверок чаще всего становятся предприятия розничной торговли, обрабатывающего производство и общепита. Проверки стоит ожидать также транспортным компаниям, медицинским и другим организациям. Наша руководство нам дала, как говорится, все условия для того, чтобы мы поддержали в целом сохранности наших сотрудников и подготовились к этой ситуации сложные. Соблюдение масочного режима, чтобы были масочки, чтобы помещение обрабатывалось 4 раза в день. Температуру меряли сотрудникам. Тоже утром и вечером мы меряем перед уходами, перед тем, как зашли. Какие же нарушения ищут проверяющие? Первое – это измеряют ли температуру у сотрудников каждые 4 часа в течение рабочего дня и вносятся ли данные в журнал термометрии. Наличие антисептиков и сертификатов к ним. Наличие как минимум 5-дневного запаса масок и перчаток для сотрудников. Наличие приборов для обеззараживания воздуха в местах, где постоянно находятся люди. Проведение уборки с дезинфекцией. Обеспечение социального дистанцирования. Всех граждан, всех предпринимателей, всех работников во всех сферах призываем каждого человека, пожалуйста, следите за своим здоровьем. Не нарушайте режим самоизоляции. Больными не выходите на улицы, не гуляйте, не распространяйте COVID-19. Носите, пожалуйста, маски, перчатки для вашей же безопасности и для безопасности ваших родных и близких. Более подробную информацию об изменениях антиковидного законодательства можно найти на сайте Роспотребнадзора. Здесь можно пройти любую проверку и узнать, как без рисков снизить расходы бизнеса. Мурат Санкюзов, Исла Мурумов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Он внес огромный вклад в изучение истории народов Кавказа. В Черкесе прошла международная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося филолога и этнографа современности Анатолия Генка. В мероприятии приняли участие ученые из разных регионов России, Абхазии и Турции. Подробнее расскажет наш корреспондент Альхан Лепшоков. Он прекрасно знал множество языков народов Кавказа и прилагал огромные усилия в изучении истории и национального фольклора. Анатолий Генка внес весомый вклад в изучение национальной истории абазин и абхазов. Международная научная конференция была организована Качагу имени Умара Алиева, автономно-некоммерческой организации Алашара и Музеем антропологии и этнографии Российской Академии Наук. Такая площадка – прекрасная возможность ученым дать объективную оценку деятельности известного российского ученого. «Отратно отметить, что важную роль в этом сыграла научная программа международного объединения Алашара, в рамках которой известные ученые, доктора фиологических наук». Перу истории КАИ этнограф Анатолий Генка принадлежат глубокие исследования по многим языкам народов Кавказа. Он является автором первого в истории лингвистического кавказовведения монографического исследования по базинскому языку. Собравшись, отмечают, что такие мероприятия позволят возродить научное наследие этого выдающегося ученого. «Им в полевых условиях собран богатейший фольклорно-диалектологический материал, который сегодня имеет непреходящее значение в истории изучения вопросов становления и развития языков народов Кавказа. И, наконец, он автор первого в истории лингвистического кавказоведческого монографического исследования по абазинскому языку. Возрождение доброго имени удающегося ученого современности – наша обязанность». Несмотря на то, что у него была печальная судьба, Анатолий Генка сохранил множество фольклорных и этнографических трудов, которые сегодня нашим ученым необходимо тщательно изучать. И сегодня такие труды особенно ценны в плане сохранения родных языков и национальной культуры, отметили участники конференции. «Таких людей единицы, как Генка. Это великий ученый. Ну, была тяжелая судьба. Человек, владеющий 30 языками – это гений, который должен быть в памяти и подрастающих поколений. И это очень важно, что мы проводим сегодня такую конференцию». Сегодня труды крупнейшего исследователя обретают новую жизнь. Организаторы конференции подчеркнули, что известные ученые, доктора филологических наук Зураб Джапуа и Петр Чкалов подготовили и издали книгу «Абазинские материалы» Анатолия Генка. В данном научном труде собраны документы, найденные в государственных архивах. «Я хотел бы выразить просто человеческое спасибо, человеческую благодарность Мусе Хабаревичу и Кзекову. Я очень хорошо знаю все его регалии, но не буду называть, потому что вы его очень хорошо знаете. Благодаря этому человеку, усилиям его понимания проблем науки, проблем культуры, нашей духовности вышли... Он сам говорил об этих книгах. Вот я буду говорить в своем докладе о них. Вот эти книги по Абазинам, по Кавказу вообще». Завершением научной конференции станет открытие памятника Анатолию Генка в селе Красный Восток. Алихан Лепшоков, Ислам Урума, Вести, Карачаева, Черкесия. 75-летний юбилей отметил заслуженный журналист Карачаева, Черкесия и Адыгей наш коллега, руководитель черкесской редакции ГТРК Карачаева, Черкесия Мусалим Ардасович Шаков. Репортаж Заремы Кардановой. Ораторское искусство, искусство Красноярчия является важнейшим звеном культурной традиции адыгов-черкесов. Сладкоречивое мастерство уходит корнями вглубь. Народная риторика – неотъемлемая часть мастерства, который должен обладать в особенности всякий журналист электронных средств массовой информации. Природным даром притягивать к себе внимание слушателя и зрителя в полной мере обладает мэтр региональной журналистики Мусалим Шаков. Я работал вместе с ним долго-долго, пока телевидение не открылось. Он ушел на телевидение, я остался на радио, но все равно он меня забрал в конце. Я здесь вместе с ним работаю, мы соседи. Со всем молодым выпускником факультета журналистики Казахского государственного университета вернулся в родной край Мусалим Шаков. Популярность именитый корреспондент радио и телевидения завоевал сразу и прочно. Как известно, такое почитание не приходит запросто и на пустом месте. Этому предшествует огромный физический и духовный труд ума и сердца. Каждое утро вот уже на протяжении 40 лет пребывания сначала на радио, затем и на ГТРК у Мусалим Мордасовича начинается со свежей корреспонденции. Здесь стал ему примером отец Мордас Шабратович Шаков, известный в кругах педагогов Хавельского района своим особым отношением к слову. Старый учитель очень хорошо владел и родным, и русским, увлекался изучением немецкого языка, а также был активным селькором в областной газете, чему и научил своего сына. Словом от такого отца и перенял свою специальность Мусалим Мордасовича заодно и любовь к книгам, из которых у него набралась завидная библиотека. Понятно, что только у него есть специальная тематическая программа «Книжная полка», являющаяся одной из интеллектуально насыщенных передач о всех издательских новинках про историю и литературу черкесов. Из таких эпизодов и складывается сегодня жизнь на телевидении мастера слова Мусалим Шакова. Судьба журналистов никогда не бывает лёгкой. Она тяжёлая, нудная, вечно в заботах. Без судьбы Карачаева-Черкесии фактически нельзя рассматривать только судьбы народов Карачаева-Черкесии и твоя же судьба. Как же она складывается? Прошла добрая четверть века служения Мусалим Шакова на телевидении. За это время к нему успели привязаться не только телезрители, но и коллеги. Без такого примера верности избранной профессии его сослуживцы и не представляют свою работу на ГТРК. Мусалим Ардасович – это человек, к которому я отношусь с большим восхищением и уважением. И я думаю, мои коллеги тоже будут со мной согласны в этом плане, потому что слова «честь», «совесть», «уважение», «ответственность», «любовь к народу» – это все слова, которые применимы к нашему Мусалиму Ардасовичу. Как известно, наша телекомпания – одна из немногих региональных телевизионных организаций, вещающая на пяти языках народов Карачаева и Черкесии. Писать, говорить, доносить до народа извечное об обычаях и традициях, прийти к чему-то интересному, тонкому, рассказывать историю своей республики, истории родной земли и входить в каждый дом. Ту теплоту, которую мы в своих родных очагах, мы сохраняем, чтобы эту теплоту и доброту мы носили во все дома. Подводя итог к очередному этапу жизни, Мусаля Шаков говорит словами поэта. Путь прозрения во времени новом, проложив из родного гнезда, неподдельным искрящимся словом указал, где твоя высота. Высота давно взята, очень важно на ней находиться достойно и крепко, опираясь на опыт и знания, которых у нашего юбиляра, как говорится, хоть отобавляй. Зарей Макарданова, Мухаммеда Шибокова и Максим Долго, Вести, Карачаево-Черкесия. Мама, я тебя люблю. В последнее воскресенье ноября, это уже завтра, в России отмечается День матери. Это, пожалуй, один из самых теплых и трогательных праздников в нашей стране. Люди штурмуют цветочные магазины, чтобы подобрять для своих мам самые красивые букеты, выбирают подарки. А военнослужащая Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Радмила Хатуаева решила поздравить всех матерей, прочитав проникновенные стихи о самом родном человеке в жизни каждого. Все то, что в жизни с нами происходит, мы как-то странно делим пополам. Если радость, празднуем с друзьями, а с бедой приходим к матерям. Заняты работой и делами, день за днем в потоке суеты мы не часто думаем о маме, слишком редко дарим ей цветы. И свои болезни носим к маме, и обиду к ней идем делить. И морщины ей рисуем сами, позабыв прощения попросить. Мы так редко маму обнимаем, разучились маму целовать. Позвонить порою забываем, некогда письмишко написать. Ну а мама все равно нас любит. Что бы ни случилось, не предаст. Все простит, обиды все забудет. Руку, сердце, душу все отдаст. И когда от мамы уезжаешь, отогревшись у ее любви, ты шепни, прости за все, родная, и прошу, подольше поживи. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго.